Сработались за год. Так отозвался о новом составе Саровской думы ее председатель Антон Ульянов. Он отметил, что уходящий 2021-й был непростым для депутатов, но при этом весьма эффективным. Среди самых важных думских решений Антон Сергеевич выделил согласование текста меморандума о сотрудничестве. Документ этот, напомню вам, он составлялся и основан на принятых национальных проектах, национальных целях. Но на стратегии развития Нижегородской области. И вместе с тем, это такой народный документ, который разрабатывался при участии достаточно большого количества людей. Разрабатывался он в течение года. В феврале Дума приняла решение о возможности заключения консессионного соглашения в отношении Горводоканала. Вопрос этот обсуждали несколько лет, и консессия рассматривается как один из финансовых инструментов реконструкции коммунальных сетей. Реконструкция сетей нужна. Это и в администрации, и в Думе это понимают. Консессия, как один из инструментов решения этого вопроса, сегодня у нас лежит на столе. То есть решение Думы принято. Мы можем его использовать. Будет ли консессионная инициатива до конца года? Я такой возможности не исключаю. По словам Антона Ульянова, есть четкое понимание, какие требования необходимо предъявить потенциальному консессионеру. Во-первых, его программа должна исходить из минимизации нагрузки на горожан с точки зрения тарифов. Во-вторых, еще на бумаге должны быть оптимизированы работы по реконструкции сетей. Ну и в-третьих, консессионером может стать компания ответственная с соответствующим опытом и репутацией. Еще один вопрос уходящего года – присоединение северных территорий. Новые границы города в своем указе летом обозначил президент Владимир Путин. Но пока о развитии новых территорий речи не идет. Сейчас разрабатывается генплан города. Разрабатывает его специальный проектный институт в Нижнем Новгороде, занимающийся агломерациями, развитием территорий. У генплана такая достаточно сложная процедура утверждения. Пока генеральный план не утвержден, вообще нет никаких юридических оснований заниматься северными территориями. По прогнозам, генплан должны утвердить к концу 2022 года. И только после этого город займется обсуждением того, как будут развиваться северные территории. Также на итоговой пресс-конференции Антон Ульянов рассказал, что горожане стали чаще обращаться к депутатам через сайт Думы и по телефону. А вот письменные обращения приносят все реже. Главные вопросы народным избранникам касаются сферы ЖКХ и трудоустройства. Но и нередко, по словам председателя Думы, люди звонят просто за сочувствием. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.